Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Песков считает, что друзей у России гораздо больше, чем врагов. Об этом он рассказал в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 30 марта 2021 года. Со слов представителя Кремля, большая часть пространства экс-СССР, за исключением Украины, Грузии и трех стран Прибалтики, является дружественным к Москве. Он обратил внимание на отношения, которые складываются со странами СНГ, ЕАЭС и в рамках союзного государства ФИРБ. Что касается дальнего зарубежья, то большой интерес к РФ наблюдается у стран западного полушария планеты, кроме Канады и США, и всей Африки. Наверное, говоря о друзьях, нужно было начать с Китая. Также это Индия. И дальше можно перечислять практически всех в Азии и Тихоокеанском регионе. Может быть, кроме Австралии. Уточнил он. С Евросоюзом отношения складываются не лучшим образом, но двухстороннее общение со странами-членами ЕАЭС развиваются поступательно. Молдавия также считается партнерской страной. Сегодняшнее руководство хоть и настроено на евроинтеграцию, но в парламенте имеется депутатское большинство, которое хочет сохранить хорошие отношения с Россией. Впрочем, даже кишиневские евроинтеграторы полностью не отказываются от сотрудничества с Москвой. Песков отметил, что все происходящее в Минске является внутренним делом РБ, но россияне переживают за белорусских братьев, так как мы действительно практически один народ. Он заметил, что у Москвы также прекрасные доверительные отношения с Баку и исторически хорошие отношения с Ереваном. А что касается того, что произошло, война в Карабахе осенью 2020 года, наверное, личную роль Путина в том, чтобы остановить войну, должны помнить все. Объяснил он. Песков подытожил, что у Владимира Путина, как у главы государства, сложились доверительные отношения с Си Цзиньпинем из Китая, Нарендрой Моди из Индии, Александром Лукашенко из Белоруссии и другими лидерами своих стран. Главное диалог, а все лишнее ведет лишь к всевозможным проблемам.